Па-па-па-па-па-пам! Грех не флексить, когда ты на хайфлексе! Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой Дава, и сегодня у нас продукт под названием Хайфлекс! Ты уже пофлексил? Я думаю, да, потому что без флекса, без вкуса в музыке тебе здесь нечего делать. Ты ничто для табака Хайфлекс. Если тебе в детстве медведь наступил на ухо, ты никто. И Хайфлексу ты проиграешь. Давайте разберем маленький план сегодняшнего выпуска. Что у нас будет сегодня? Сегодня мы выберем победителя, который выиграет 10 вкусов табака Девил Кук. Как и обещал, следующий выпуск, сразу итоги. И, такого еще никогда не было, в этом же выпуске мы с вами разыграем вот эту коробку Хайфлекса. Ну, не эту, а другую, целую. Эту я уже почти прокурил. Поэтому готов флексить? Тогда поехали. Что у нас есть в этой коробке? В этой коробке у нас есть Хайфлекс. А именно... А именно, есть 30-граммовые баночки для розницы, грубо говоря, для домашнего курения. Какую-то хуево закрутил, поэтому протекла. И, конечно же, есть 100-граммовка. Что касается цены. Большая баночка, друг мой, стоит 740 рублей акцизного крепкого табака на каком-то там бёрле, не запомнил. И с добавлением сигарного листа. 30-ка стоит 240 рублей. Тоже акциз, все дела. Я считаю, что цена вполне адекватная. Давайте, наверное, по классичке попробуем разбирать всё последовательно. Дизайн. В принципе, уже ничем не примечательные шайбы, которые мы привыкли видеть. Большие шайбы, маленькие шайбы. То же самое и брендинг в 360 с отрывными линиями. С отрывными вот такими штучками, которые, в принципе, нелегко так уж открыть. Но если ты сильненький, ты откроешь. Здесь, конечно же, подкупает вот такая вот голографическая штучечка, да? То есть зеркальная, как когда-то Эрик Давидович красил машину в такой цвет. Ладно. Плохой пример. Из этого, в принципе, всё. На самом деле, расскажу немного про ребят. Я за ними последил. Я понял, что ребята очень-очень шарят в музыке. Они прям создают какие-то тусовочки и прочее. И теперь целых три года они выпускали продукт HiFlex. В принципе, все говорят, вот мы пять лет ебенили, вот мы придумывали, вот мы изучали. А на самом деле, блядь, за неделю нахуй сварили, расфасовали, заклеили и так далее. Это не HiFlex, это я просто говорю, да? Ну, короче, не суть. Говорим по бумажке вначале. И сейчас ребяточки производятся в Москве. Делают всё вроде бы хорошо. У них есть какие-то тусовки. У них есть прямые эфиры, где играют диджеи. И совсем недавно я узнал, что ребята из HiFlex ещё и проводят кулачные бои, где мужики голыми руками друг другу бьют ебальники. Очень здорово. Мне прям нравится. Маркетинг охуенный. HiFlex, набей ебало сопернику. Охуенно. Хе-хе-хей. Флекс флексом, но Дэвил Кук надо бы разыграть. Поэтому вот здесь ты можешь наблюдать, как Лиза Унэйр перебирает все ваши комментарии и пытается понять, кто же выиграет 10 вкусов от Дэвил Кука. И победитель. Ба-бам. Вот этот победитель. Чувак, пиши мне в любую социальную сеть. Мы тебе всё это отправим. Ну, я тебе всё это отправлю. Так, у меня есть чашка, есть кальян механика, есть калоут. Калоут. И есть, собственно, шилочка. Многие просили меня, типа, да, забивай в выпусках. Так будет прикольнее, будет интереснее. Угли у меня уже почти подошли. Так что надо быстренько определиться, что мы покурим. Я думаю отдать предпочтение чему-то такому интересному, то, что я не прокурил. Так, пайнайпл тоник, я его прокурил. Короче, по вкусам я вам сейчас всё расскажу, только повремените. Где этот вкус был, который мне прям очень понравился по названию? А, нет. А, вот он. Дранк тирамису. Пьяный тирамису. Давайте забьем его, и заодно я сразу во время забивочки смогу вам примерно все рассказать про жаростойкость продукта, про его консистенцию. Стоит ли вообще этот продукт брать в руки, несмотря на то, что ребята вроде здравые парни с Москвы. Нужно ли это? Собственно, у нас здесь все по классике, но тебя сразу, сразу начнем с негатива. Вот просто моментально пахнет алкашкой. Пахнет не тирамису, пахнет конфетками с коньяком, которые ты пиздил у мамки, когда она приходила с корпоратов. Прикольно. Ну, как раз сейчас кайфанем. Пластилиница. Продукт очень пластилиница, он прям вообще. То есть он будет жестко жрать объемы чашки и будет заполняться в чашку просто неимоверным количеством табака. Минус. Пропитка вроде нормальная, не течет, не течет кому как удобнее, кто как привык, чтобы вы меня сейчас не припоминали за знание русского языка. Что, что, что еще? Скорее всего, вот эта его пластилинистость, да, вот просто смотрите. Вы поняли. Связано с тем, что сюда добавляют сигарный лист. То есть какой-то из моментов сигарного листа и, возможно, за это он такой. Но это не есть хорошо, это не есть очень удобно. Потому что забивать такое, я вам скажу, ну, такое себе дело. Что сейчас наговорил, непонятно. Так. Вот так. Короче, вроде как бы думается, вроде вот сейчас все уложили в чашечку, грамм, ну, 20 максимум. Но из-за того, что лист слипшийся друг с другом и почти нет возможности его распушить, то ты считаешь 100 граммовки, ну, граммов 30-40, наверное, сюда уже забил. Я сейчас просто дико надеюсь, что он покажет себя просто заебись, чтобы вот эти все плюсы, которые будут позже, уже перебили единственный минус, который, грубо говоря, есть сейчас. Так, я, в принципе, все сделал. Я, в принципе, готов. Я сейчас пойду сгоняю за углями, а ты пока не переключайся, можешь пока поставить лайк. Меня предупреждала мама, что вот так вот обзоры прерывать очень плохо. Но я прерываю их не просто так. Я прерываю их, чтобы назвать условия участия, чтобы ты выиграл в следующем моем обзоре вот такую вот коробочку с огромным количеством хайфлекса специально для тебя. Даже если нужно, я подпишу эту коробку. Что нужно сделать? Что же нужно сделать? Думаю, многие уже запомнили. В первую, подпишись на мой канал. Второе, поставь уведомление о новых видео или колокольчик. Третье, поставь лайк этому видео. И четвертое, напиши, что ты думаешь о компании Хайфлекс и, конечно же, об их маркетинге. Это музычка, кулачные бои и так далее. И в следующем видео я уже выберу победителей и, возможно, им станешь именно ты. Так что участвуй и флекси. Хайфлекси. Ага. Пока воздержусь от комментариев, но давайте разбирать, что у нас вообще с продуктом. По крепости. Продукт, в принципе, спокойно тянет на чуть выше среднего. Он накуривает. Он очень прикольно курится. Что касается аромок, на самом деле, когда я в обзорах говорю, вот сейчас, типа, пробую, курю, это все псевдо, это все ложь. Потому что я это все почти прокурил. Поэтому все банки замызганные. Поэтому я не говорю, что они протекли у производителя. Потому что я это все прокурил. Я давно уже все знаю про продукт. И вот эти псевдотяги. Ага. Специально делаются, чтобы создать какое-то знакомство с продуктом. Изначально я с ним уже давно познакомился. И давно уже сложил о нем мнение. Рассказываю свое мнение о данном продукте. Смотри. Что касается крепости, она у нас чуть выше среднего. Что касается сырья, оно, в принципе, годное. Оно хорошее. Оно, возможно, дорогое и качественное. Но консистенция вообще никуда не залазит. Вообще никак. Возможно, если это все забивать на фановое, то будет круто. Но можешь забыть про крепость вообще рад и навсегда. Что касается вкуса. Вкусы здесь прикольные. И у ребят, так как они очень помешаны на музыке, есть прикольная тема. Если ты в любом музыкальном агрегаторе, типа Spotify, Яндекс.Музыка, Boom, введешь название бренда HiFlex, то там вылезут треки. Под каждый вкус, грубо говоря, один вкус, это настроение. Это ритм. Это, грубо говоря, стиль музыки. И ребята очень сильно над этим поебались. Ты куришь HiFlex? Такой набрал у нас в Spotify. HiFlex. Дранк Тирамису, да? Грубо говоря, вроде так работает. И играет трек, под который Дранк Тирамису был придуманный. Охуенно же? Согласись. Даже если продукт говно, это просто охуенная идея. Ладно, продолжаем. Вот сейчас вот здесь я можешь нажимать на паузу. И я тебе скажу, что из этого топовое, а что из этого не топ. Что касается нашего вкуса пьяный Тирамису, то очень спорно. Реально отдает шоколадам и коньячиной. Но как такового Тирамису в нем нет. Поэтому это немного сбивает с того, когда ты смотришь на пачку и думаешь, заебок, сейчас въебеню Тирамису еще и пьяный. Но нихуя. Это просто алкашка и шоколадка. Но в целом, если не обращать внимание на название, что там именно Тирамису, то в принципе окей. Из основных моментов, которые я заметил, по прогреву достаточно быстро. По жаростойкости вроде идеально. Учитывая, что я кури на четырех углях, на прямоточной чашечке, то все здорово, круто, без каких-либо задиров. По дымности, как ты видишь, тоже довольно-таки круто. Большинство вкусов очень хорошей, очень приятной аромкой. Наверное, потому что к этому продукту одна компания приложила руку, но называть это не буду, дабы не считаю это очень важным. Поэтому моя оценка Хайфлексу, блядь, я готов даже поставить стабильные 8,5, потому что продукт меня прям заинтересовал. И учитывать то, что как они делают маркетинг, все это музло, все эти движухи, то, что они организовывают, это прям похвалы. Но, блядь, пацаны, вы же шарите. Сделайте, чтобы он не был таким пластилинистым. Реально, я готов просто открывать банку и отдавать ее своему ребенку, чтобы он лепил из них какие-нибудь фигурки и в дальнейшем с этим играл. Вот так вот примерно я опишу пластилини из табачного листа. Что касается мусора, да его, в принципе, здесь нету. Табак накуривает, табак курить можно, цена вроде бы адекватная. Поэтому всем пока-пока, это был до воды. Не забывай Хайфлексить и ни в коем случае не лови бетрипчики. И участвуй в моем конкурсе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok